Итак, друзья, всем привет! Мы приехали в батутный центр наших франчайзи, в город Шатуру. Сейчас мы с ним немного пообщаемся, они расскажут о своем опыте, об опыте открытия их бизнеса, какие были проблемы, трудности. В общем, они все расскажут, смотрите. Итак, друзья, хочу вам представить соучредителей батутного клуба Космико в городе Шатуру. Это Юрий и Анатолий Шаляки. Чем до этого занимались? Какой опыт вы есть в бизнесе, может быть? Ну, в бизнесе есть опыт. Я занимаюсь ремонтом обуви, изготовлением ключей, заточкой цепей, коньков в городе Шатура. Так что с бизнесом как бы давно, с 2005 года. Вот. Как бы в этом есть навык, есть опыт. А как пришла вообще идея открытия батутного центра? Почему именно батутный центр? Почему именно в Шатуре? Ну, потому что живем в Шатуре. Это раз. А во-вторых, потому что здесь, в принципе, и заняться больше нечем. Старались что-то сделать. Точнее, не старались, а на ум пришла идея сделать что-то для детей. Потому что не попрыгать, не побегать детям негде. Какие-то, может быть, смотрели батутные центры в других городах? Как вообще происходило? То есть, отбор бизнес-идей можно было открыть, например, не батутный центр, а какой-то там просто детский развлекательный центр. Почему именно батуты заинтересовали? То есть, может, как связано там именно с батутным? Много видео как-то интересно. То есть, и попрыгать, и развиться, гимнастика. Да, в общем, прикольный вид спорта. Даже не знаю, вид спорта, не вид спорта. Как бы и профессионалы приходят прыгать. Ночная тренировка вчера была, посмотрел, как бы восхитился. И профессионалы приходят вечером прыгать, и дети днем приходят. Поэтому как-то, видишь, соединили все вместе и развлечения, и спорта. Сами, Сальт, научились уже? Нет. Почему? Уже пора. Через две недели. Некогда. Некогда. Честно говоря, некогда. Но когда будет перерыв, я думаю, нужно обязательно этим заняться. А как вообще выбирали там производители оборудования? Какие были критерии главные? Главное это, чтобы сертификаты были. Главное, в общем, безопасность. Не дешевая, а безопасная, чтобы было. Как бы ездили по городам, сравнивали цены, сравнивали вообще материалы, из каких и кто чего делает. Ну и в конце концов вышли как бы на вашу фирму. И кто делает? Общались с людьми и понимали, что серьезные ребята, которые могут сделать не вот что просто на словах, а именно и материал, и персонал, то есть выбрали именно вот ваш. В общем, другие фирмы, не буду называть какие, предлагали кто-то подешевле, кто-то подороже. Но опять, почему связались вот с батуткомплектом, потому что здесь как бы сделали нам арену под ключ. Мы приехали, выбрали цвета, выбрали материал. Да, выбрали все необходимое, нам приехали, все собрали, мы открыли двери и народ начал прыгать. Да. Другие же предлагали просто выберите материал, мы вам привезем, но собирайте уже сами как хотите. Это нереально. Да, если ваши тут неделю старались, неделю с утра до вечера, то нам предлагают, тем более профессионалы, команда профессионалов. Да, специалисты. А вы сказали, собирайте сами. Ну да, здесь неподготовленный человек, конечно, сложно. Очень, очень. А помещение вообще как удалось? То есть помещение вообще очень крутое, удачное, мне очень нравится. И есть куда развить аренду в будущем. Да. Поэтому как удалось вообще его найти? То есть может быть риелторы подключали? Какими способами? Метод, как он называется? Методом тыка. Все правильно, методом тыка. Ходили по городу, искали, спрашивали. Ага. И вот нашли все же. Так, ну а какие самые, например, три главных сложности в открытии батутного центра были? Вот прям один, два, три составить? Самые сложные. Какой самый такой тяжелый момент? Не знаю, для меня самый тяжелый момент это был привести в порядок в это помещение. Потому что здесь была, ну была беда. Угу. Тридцать лет здесь. Ничто не делалось? Да. И тут мы как бы приехали, нам поставили сроки открытые. Ну сами себе поставили сроки и в эти сроки уложиться. Вот главная проблема была. Угу. Один, хорошо. Еще две. Ну документально, ну как бы все сложилось нормально. Начали ходить, бегать, вот походили, посмотрели, думали, что ну ничего, нормально справились. Ну и из слов так можно понять, что проблем в принципе не так уж и много было при открытии. Не было. Не было? Не было проблем. Это здорово, когда так. Расскажите, то есть не секрет, что открывались по франчайзингу. Расскажите, вообще не пожалели ли, что открывались по франчайзингу они сами? Вообще о своем опыте помогли ли на самом деле для вас? Ну если честно, то не пожалели. Скажу даже по-другому. На вот этот уровень, который сейчас есть, а он пока еще у нас не очень высокий, мы бы до него не дошли. Угу. Без вашей помощи было бы очень тяжело. Угу. Вот. Поэтому помощь от вас идет хорошая. Как бы развиваемся с вашей, опять же, помощью. И я думаю, далеко пойдем. Угу. Не пожалели никак. Здорово. Может быть, какие-то конкретные моменты, что там не могли сами решить проблему, удалось. Ну, с помощью нас какой-то закрыть боль, так сказать. Ну, смотри, он занимался ремонтом обуви. Ага. Я занимался вообще с бизнесом не связан никак. Ну, как бы голова, что у него работает, что у меня. С этой сферой деятельности не были связаны никак. И поэтому, как слепые котята, мы решили это создать. А как чего, просто нулевые были. Угу. Да. Теперь можно как-то уже самим им подсказать. Ну, они сами научились уже, в принципе. Как Нарфаминский центр понравился? Да. Хороший. Очень. Да? Молодцы, да. Ну, мы выводим еще очень активно и надеемся, что вы тоже будете открывать батутные центры еще по Подмосковью. Может быть, ближайшие города рядом с Шатурой. То есть, здесь рост по развитию именно батутных центров очень большой. Ну, для вас, во-первых, полностью забить это помещение до конца. А дальше будем надеяться, что будете развиваться в другие уже города, в другие регионы. Вообще, вот у многих, кто открывает батутные центры, часто состоит проблема найти хороший персонал, хороших инструкторов. Как подбирали, как собеседовали, как удалось найти, так скажем, профессионал в своей области, как обучали. Вот об этом тоже немножко. Ой, персонал. Как-то наше все, как говорится, поэтому без них мы никуда. Учим мы свой персонал, учим. Учим. Надо перевоспитывать. Ребята хорошие. И одним взглядом на них надо перевоспитывать. Ребята хорошие, но учим. Как бы не все сразу, конечно. Москва тоже не сразу строилась. В общем, ребята профессионалы, но чуть-чуть с дисциплиной у нас дисциплина хромает. Поэтому стараемся сделать все, чтобы чуть-чуть их переучить. Ставим на правильный путь. Вот говорим, советуем, рассказываем. Ну, это на самом деле по поводу дисциплины такая частная проблема. Мы тоже, в принципе, сталкиваемся в наших центрах часто с этим. Это такая острая боль, я бы сказал. Я думаю, у всех, кто вообще занимается бизнесом. Потому что, как правило, и тренера, и администраторы батутных центров, тем более, молодые все. Вот, поэтому вот еще. Вот, вся проблема в том, что молодые. Может быть, не проблема. Это, наоборот, даже, да. Это не проблема, да. Хорошие качества, наоборот. Хорошие, но плохо, что не все молодые дисциплинированы. На все сто. Опять же говорю, до того, как мы ездили в Нарафа-Минск на стажировку, работа была совершенно другая. Тут не работа была, а просто времяпрепровождение. Сейчас опять отстажировали их, и теперь, конечно, качество работы улучшилось. Поэтому съездить еще раз на одну стажировку, чтобы закрепить это все. И тогда, я думаю, все будет хорошо. Первый батутный клуб, который был, это развлечение. В городе его считают, как какое-то развлечение. То, что это травмоопасное и вообще это спортивное оборудование, об этом никто не думает. Поэтому люди еще к нам, на нас точнее смотрятся таким каким-то непрезрением. Даже не знаю, как это правильно назвать. Потому что у нас здесь жесткие, ну не жесткие правила, техника безопасности. Инструктора смотрят, чтобы не бегать. Люди приходят, видят розовый цвет, думают, что это детская площадка. Можно бегать, прыгать. А это, в первую очередь, спортивное оборудование. И как бы сейчас начинаем, с чего я начал. Если народ у нас в городе привык, что это батутный центр, это развлечение, обычное развлечение, побегать, попрыгать, в яму зарыться. То мы как бы сейчас пытаемся народ приучить к тому, чтобы была какая-то дисциплина. И что это в первую очередь спорт, а не беготня. Поэтому вот с этим сложность у нас. Как они относятся к этому, когда их начинаешь переучивать, так сказать, и объяснять, что это спорт? Взрослые понимают. Взрослым, кто приходит с маленькими детьми, те понимают, и те очень довольны. Люди 11-15 лет на это смотрят как бы не очень. Еще вот тут нас учите. Здесь второй клуб, там можно делать все, что... А там же можно все, что хочешь делать. Вот сложность вот в этом, что здесь дисциплина, а там вольно. Да. Ну, я считаю, в любом случае дисциплина, когда травмоопасна, это очень важно. Важно. Да, важно. Можно доиграться, если позволять все. Ну да. То есть сейчас, тем более по России, там и сюжеты какие-то снимали, там проботудные центры нехорошие. Поэтому волна пошла, и я думаю, если делать ставку как раз на безопасность, на дисциплину, то это в дальнейшей перспективе даст свой результат. Даст, даст. Если каких-то три потом закроют, то вот этот, где дисциплина, где все грамотно и правильно, он останется. То есть, скорее всего, будет как-то и ужесточаться в будущем. Будет. Про правила. Но это правильно, я очень положительно к этому отношусь, потому что часто открывают вообще не думая, вообще без инструкции, просто бегите, что хотите делаете, а складывается это на репутации всех батутных центров в России. То есть, все от этого страдают, поэтому какая-то регуляция, считаю, необходима здесь, в этой области. Расскажите вообще просто на камеру в целом, ну или может быть рекомендацию, там, нас как компании, рекомендацию франшизы. Что могу сказать? Я бы вашу компанию очень рекомендовал, потому что персонал набран грамотный, оборудование у вас хорошее. И по поводу франшизы, она очень помогает развиваться, развиться, то есть, она очень нужна. Что касается батут-комплекта, фирма замечательная, ребята, профессионалы работают, я бы вам рекомендовал ее. Итак, вот такое у нас получилось интервью, надеюсь, вам понравилось, было интересно, полезно. Обязательно переходите на наш сайт, задавайте свои вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем привет, огонь, погнали дальше!